Уникум 21 век 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 Она честная песня, она мне нравится. Я хочу, чтобы соединить все смыслы, которые у меня сейчас в душе существуют, эмоции, я хочу спеть песню именно ту, которую мне Джона последний год, раза три говорила, что в твоем репертуаре есть такая песня, она мне нравится. Я хочу песню посвятить вам. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, в этом доме очень созвучно слово уникум, уникальность, индивидуальность, я на свой язык переведу, индивидуальность, человек, который живет по своей внутренней харизме. Мне кажется, что сейчас войдет в эту дверь Джона и скажет, как она будет, Сатера, что ты там говоришь, и начнет сразу ругаться. А в глазах такое счастье, такая любовь. В этом доме много любви. И огромное спасибо, что вы встретились лично от себя. Спасибо вам большое. Александр Леонидович, я в свое время интересовался очень сильно альтернативными науками. Я учился 10 лет в Международной Академии Альтернативных Наук. У меня даже есть и звание, и статус. Но я не пошел по этому пути, потому что Джона сказал, ты со сцены, как человек, который выступаешь, ты делаешь энергетически сильно. Если ты когда-нибудь придешь к тому, что надо лечить, ты придешь и будешь сам лечить. Но я боюсь этого, это большая ответственность, лечить. А с великими людьми я действительно встречался, мне повезло. Ну, я не знаю, с большими звездами, кино, театром, музыкантами, режиссерами, скульпторами, художниками. Я горжусь тем, что я дружил, например, 7,5 лет с Людмил Георгиевной, Языкиной. Я знаком был с Высоцким, с Гурченко. Ну, со всеми. Я даже могу сейчас перечислять, что-то забыть. Саша Абдуллович, ну и так далее. Коля Караченцев, дай Бог ему здоровья. Ну, с разными людьми. Но самое главное, что все люди, которых мы знаем как звезды, на самом деле это просто выдающиеся, уникальные люди. Вот и все. Я вообще считаю, что Вы затеяли очень грандиозную, правильную историю. Потому что в слове уникум собирательный большой смысл. То есть люди выдающиеся, индивидуально яркие, харизматичные, те, которые освоили великолепно какое-то ремесло и пошли дальше. Уникальность – это не что-то волшебное, мистическое. А это яркая, харизматичная индивидуальность. И надо ценить этих людей при жизни. Надо дружить с ними, надо обмениваться информацией. Мне кажется, что это движение наберет силу и много талантливых людей придет. Как уже было сказано, фестиваль «Бархатное подполье», ну, собственно, я являюсь создателем. Общество вот уже 10 лет объединяет художников, музыкантов, поэтов и очень интересных многих творческих людей, которые дадут вызов обществу так незаметно, что это подмечают только самые тонкие люди. Что было, которое было выручено к десятилетию этого фестиваля, и это был битрикаренский салон, который я провел в Москве, был фактически едва не запрещен комитетом по культуре города Москвы. Вот были в качестве почетного гостей такие небезызвестные люди, как историк моды Александр Васильев, звезда советского кино Светлана Затличная, народный артист Евгений Кричаков и многие другие. Я здесь впал в какую-то такую необъяснимую эйфорию, на самом деле. Это, конечно, и магия самого места, и, в общем-то, наверное, магия проекта, который затеян очень такими талантливыми инициативными людьми. Поиск новой формы философии, поиск новой формы понимания общественного мироустройства. Вот те картины, которые здесь находятся, вы, наверное, уже заметили, что у них присутствуют специфические сюжеты. Вот мало кто, наверное, знает, что эти сюжеты обозначают. Но многие картины обозначают именно астрономические, астральные сюжеты. И Джона в своем творчестве повторила и прошла тот же путь, который в свое время пытался пройти на Страдамус. Если как раз новая попытка новой идентификации «Зелезного неба» и попытка новой идентификации нашего пространства, где мы живем. Вот немножко о этом новом пространстве я сейчас расскажу. В 2003 году создал движение «Единство». Стал заниматься очень плотно общественной деятельностью. С 1995 года очень много пишу. У меня там подготовлены порядка десяти томов таких вот. Политика, философия, эзотерика, прошлое, будущее, настоящее, законы мирознания. Есть несколько томов еще автобиографических. Я скидала более 60 проектов различных. Я человек, который я считаю себя человеком из будущего. И я создаю будущее. Поэтому один из проектов и так и называется «Содружество создателей будущего». Вот помимо того, что я создаю проекты и осуществляю их, очень разные, просто их, ну, 60, чтобы не перечислишь, мы делаем документальные... Однажды я поделилась с Джуной своей идеей фестиваля «Войны мира», посвященном священнослужителям различных конфессий, пронимавших участие во время Великой Отечественной войны. Год назад эта идея фестиваля «Войны веры» была реализована в моей родине, в Вологодской области. «Войны веры» — это те, кто возрождают русский дух, кто укрепляют христианство вокруг веры, наш народ. Не будет ни нас, ни России, не будет, будет вселенский хаос. Я еще привез с собой своего друга, совершенно человека уникального, который обладает голосом, который занесет в книгу Санкт-Петербургского института фониатрии, как голос совершенно исключительный, может быть, единственный у нас в стране голос, как называется, тенор-альтино-народного плана, можно его сами услышать. Кроме того, человек обладает способностью, у него целительный, и у него целый день с 8 утра и до 11 вечера стоят там у нас деревенские люди, которые не имеют возможности лечиться у нашей платной медицины. Сколько Володя за свой дак денег не берет? Ах, мы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые клянновые решетчатые. Пусть тебя послушает, посмотрит там твои голосовые связки. Я говорю, да ну перестаньте, давай, что там. Да ну давай, садись, садись, давай. Ну, Воронцово тоже меня пригласил, говорит, садись, давай посмотрим. Ну, что-то там ее заинтересовало, она пригласила в институт фонетрии. Ну, где там целый консилиум собрался, врачи. Там, значит, такой профессор был. Ну, что-то там нашли уникально. Потом после этого куда-то в книгу записали. Ну, и я уже стал как этот частый их посетитель. Ну, как наглядное пособие. Наши в шутку говорили, что там, о Володе, там, говорит, третью связку нашли. Наши в шутку говорили, что там, о Володе, там, о Володе, там, о Володе, там, о Володе. Субтитры создавал DimaTorzok Человек уникален. У каждого есть какие-то способности, у каждого просто их надо развивать. Человек уникает по-своему. Ну, и я думаю, что те, кто не знает о своем, ну, так скажем, таланте, его можно, наверное, открыть самым любимым, я думаю. А теперь из газеты! Человек, в принципе, сам по себе достаточно уникален, и это не всегда проявляется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Музыка – это вообще такая материя, которая создается душой. Часто творческие люди называют песни душами своими. Ну, то есть это маленькая частичка души, которую ты отпускаешь в мир, и то, чем ты хочешь поделиться, о чем рассказать. Ну, я должен сказать, дорогие друзья, что жизнь чрезвычайно интересная штука, занимательная. Если у меня есть полное основание верить им, что они видели этих людей, так это может быть случается как раз в то время, когда происходит искривление вот этого пространства, и параллельные миры, так сказать, они соприкасаются, и вдруг, так сказать, переплетаются вот эти явления и видения, сущности. И эта встреча, что следующая пройдет на Вологодской земле. У меня есть действительно, я всю жизнь собираю людей в чем-то уникальных, в чем-то необычных, нерядовых. У меня много таких людей, которых я мог бы пригласить на сцену, которые могли бы удивить и потрясти зрителей. За 30 лет я много видел, люди приходили неходячие, в том числе и дети. После ее сеанса, 21 день он обычно продолжался, люди вставали и своими ножками уходили. Тот же самый Игорь Тальков познакомился с Джуной, пришел к ней на костылях с братом, с Володей. Джуна сделала ему один сеанс, он отложил костыли в сторону и пошел нехраплял. Зажги другое сердце и светом поделись. Зажги другое сердце, зажги другую жизнь. Субтитры подогнал «Симон»! Ваши творческие личности, первооткрыватели в своем деле здесь всегда открыты двери для вас и для ваших сердц, для ваших радостных глаз и для ваших улыбок. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами и мы не говорим вам прощения. Мы говорим до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!